Особое мнение на 101FM Как с представителя торгово-промышленной палаты Потому что тема важная Тема касается бизнеса Тема касается денег Насколько я понимаю Грядет массовая переоценка Объектов недвижимости Коммерческих объектов Это может сказаться на предпринимателях В первую очередь Кому-то из них придется возможно платить больше налогов Время пока есть Такой небольшой люфт Год, полгода На то, чтобы каким-то образом Обеспокоиться этим вопросом И возможно платежи свои Как-то подкорректировать Давайте подробности Да, мы темой кадастровой стоимости имущества Занимаемся достаточно долго С того момента, как возникла На федеральном уровне Инициатива аналогообложения Исходя из кадастровой стоимости Все идет к тому, что постепенно Так называемая инвентаризационная стоимость Будет исключаться из Обихода и запотребления Все объекты будут обладать Кадастровой стоимости Которая По идее Изначально Должна была Так скажем Быть приближена к рыночной И отражать рыночную стоимость имущества И соответствующим образом Корректироваться Но вопросов с этим было много И вопросов было Очень много Физических лиц Которые получили Кадастровую оценку Раньше Были вопросы Которыми занимались У юрлиц Настолько острой была тема Что Даже в послании Федеральному собранию Президент страны Достаточно четко поставил задачу Было Прямо Сформулировано То что Кадастровая стоимость Не должна превышать Рыночную Соответственно Сейчас уже Принято Соответствующее Законодательство Которое Регулирует Эту тему Мы продолжаем Заниматься И Действительно Серьезные изменения Сейчас грядут Андрей Леонидович Давайте Прежде чем Об изменениях Все-таки Поясним У нас сейчас Собственники Объектов Коммерческой Недвижимости Как они платят Налог За земельные участки У нас сейчас В течение Двух лет Собственники Помещений Зданий Площадью Свыше 2000 квадратных метров Основным назначением Которых является Торговля Офисные здания Общепит Такие Высокодоходные Сферы Как предполагалось Высокодоходные Но не всегда Это на самом деле Так Они платят По ставке 1% Налог От кадастровой стоимости Это как раз Одна из главных Историй Которой мы В свое время Занимались Совместно С законодательным Собранием С правительством Области Максимальная ставка Разрешенная Федеральным законодательством 2% Ну в общем Понимая Что не те времена Для Серьезного увеличения Налоговой нагрузки Нам удалось Вот уже На протяжении Третьего года В таком Конструктивном Взаимодействии Объясняя эту ситуацию Ставку Сохранить На уровне 1% Что является В общем Достаточно Приемлемой Особенно По сравнению С другими регионами Где Ставка Зачастую Как раз Максимальная В следующем В следующем году В 2019 Те изменения О которых я говорю Произойдут Мы надеемся Что ставка Сохранится Но 1% Да Ставка 1% Мы надеемся Что она Сохранится И Такие заявления Собственно говоря Были сделаны Заранее В прошедшем году Но Государство Изменило правила Проведения Кадастровой Оценки Если ранее Ее делали Отобранные По конкурсу Частные оценщики То теперь Создано Государственное Бюджетное Учреждение В Кировской области А во всех регионах В каждом из регионов У нас она называется У нас она называлась Святка кадастр При создании Сейчас 1 августа Насколько я помню Оно объединено С Бюро технической Инвентаризации И имеет Общее название Собственно говоря С Объединение Объединенные Функции И Теперь уже Государственное Бюджетное Учреждение Будет заниматься Определением Кадастровой Стоимости Имущества Те объекты Которые уже Были оценены И платили налог Там с определенной Суммой Их тоже будут Переоценивать Или нет В 2019 году Будет проведена Полная переоценка Всего Всех объектов Коммерческой Недвижимости И земельных Участков Соответственно В 2020 году Мы получим Новую Налогооблагаемую Базу Которая будет Там Тем или иным Налогом Облагаться Либо поставки Там 1% В случае Если попадает Соответствующий Перечень Либо поставки Там Установленные На тот момент Законодательством Мы опасаемся В определенном Роде Что Это торгово-промышленная Палата И бизнес Бизнес Да И общественное Объединение У нас есть Определенные Опасения Что вот такое Проведение Переоценки Кадастровой Стоимости Со стороны Государственного Учреждения Будет ориентировано В определенном В смысле На максимальную На получение Прибыли Да На максимизацию Условно Этой стоимости С целью Увеличения Налога Облагаемой Базы Мы находимся В хорошем Таком Конструктивном Диалоге С курирующим Органом Исполнительной Власти С Министерством Имущественных Отношений И с их стороны В общем Видим Там Понимание Того Что Ну Завышение Кадастровой Оценки Приведет И к серьезным Последствиям С точки зрения Состояния бизнеса Но и вызовет Естественно Массу Обращений Относительно Оспаривания Этой стоимости Поэтому Вроде Такой задачи Не стоит Максимизации То есть люди Готовы оценивать Реально Да Но надо понимать Что рыночная ситуация Тоже меняется Стоимость недвижимости Там Несколько лет назад И сейчас Различается Значительно Причем Еще через некоторое время Она будет опять же Отличаться Поэтому Это такая Достаточно живая Ситуация Которую надо Регулировать И здесь уже Речь идет Не об оценке В течение Раз в пять лет А все-таки О более Частой Актуализации Этих данных Почему мы Занялись этим Сейчас Хотя Налогооблагаемая База Это изменится Они будут Они будут брать информацию Как раз Из государственных Источников То есть Кадастровый Реестр Собственно Кадастр Объектов Недвижимости Сведения В налоговой Где указаны Тоже Эти объекты То есть Они стараются Объединить Максимальное количество Почему с бюро Технической инвентаризации Объединяются Потому что У них тоже есть Определенный массив Информации Которую они будут Объединять То есть На каждый объект Они выходить не будут Смотреть И что-то там Записывать нет Речь идет о десятках тысяч Объектов И конечно Будет проводиться Так называемая Массовая оценка Не подразумевающая Индивидуальный осмотр И определение стоимости Каждого конкретного объекта Но если предприниматель Понимает Что кадастровая стоимость Его объекта Или участка Может быть указана Выше Чем сейчас Чем он предполагает И чем реальное То он имеет право Обратиться Каким-то образом И вызвать Вызвать этих оценщиков Мы крайне рекомендуем Ему обратиться В это бюджетное учреждение Для того чтобы Собственно говоря Проверить Какая информация О его объектах Там находится Потому что Есть ситуации Когда объект Уже достаточно давно Демонтирован И отсутствует Физически А в реестре Он до сих пор числится И соответственно Будет оценен И будет начислен налог И потом он будет Бегать с этой платежкой И не знать Куда ее девать Он должен ее оплатить Потому что По бумагам Объект существует Либо же И это еще больше Количество случаев Потому что Очень большой процент Сооружений Зданий Не имеют Детальной информации О своих характеристиках Год постройки Материал стен Сопряжение С другими объектами В таком случае Могут Использоваться данные Не соответствующие Фактическим И условно говоря Объект 50-го года Постройки Будет оцениваться Как будто он построен В 2015-м Что соответственно Очень сильно повлияет На его кадастру И стоимость Бартак какой В бумагах Я вам скажу Ну к сожалению Да Несмотря на все ресурсы Которые наше государство Создает Информационные Несмотря на все деньги Которые в это создание Вкладываются Состояние Баз данных Информации И о гражданах И об объектах Оставляет желать лучшего Мы с этим сталкивались И по физлицам Когда люди получали Уведомления о налогах Либо за несуществующие Объекты Либо за объекты Площадью Вместо квартиры В 50 квадратных метров Площадью в 500 квадратных метров И ничтоже Сумняшися Государственные органы Направляли эти уведомления И людям Поэтому здесь Учитывая то Что есть Достаточно Большой промежуток Времени Чтобы Этим вопросом Озаботиться Мы настойчиво Рекомендуем Предпринимателям Бизнесу Сверить С госорганом С информацией О своей недвижимости Дабы избежать Вот таких последствий Как это можно сделать? Есть сайт Государственного бюджетного учреждения Вятка Кадаста Он так В английской транслитерации И пишется Но я думаю Что поисковая система По такому же Ну и через Яндекс Или Гугл Можно найти Сразу ссылку выдаст На сайте указаны Все контактные данные Мы договорились С министерством Что такие обращения Будут отрабатываться И приниматься Во внимание Так Я насколько понимаю Будет еще Определенное количество Образовательных Таких Или разъяснительных Мероприятий Что-то вроде семинаров Которые вы совместно проводите Да Мы договорились Опять же с министерством И с бюджетным учреждением О том Что мы Один круглый стол Уже состоялся На котором мы рассказали О тех изменениях Которые планируются И показали механизмы Скажем так Урегулирования Возможных Спорных ситуаций Мы планируем Там в течение осени Провести еще несколько Таких круглых столов По отраслям То есть там Торговля Промышленность Там Уже Так скажем Специализировано Дать информацию О том Что Каковы Принципы Каковы Алгоритмы Проведения Катастрофой оценки В этой отрасли Будут По какому Алгоритму Будут оцениваться Объекты Каков будет Возможный механизм Вот этой корректировки Или оспаривания Ну и собственно говоря Вообще Проинформировать бизнес Об этом Расписание семинаров Будет объявление На сайте Торгово-промышленной Палаты Ближайшие 29 августа Это по Сфере торговли Соответственно Там торговые центры Большие торговые Помещения И Те предприятия Которые Ну скажем так Девелопментом В этой сфере Занимаются Вперед Все на семинары Смотрим Ждем В торгово-промышленной Палате Чтобы не было Потом необходимости Бегать по судам Андрей Юсенко Вице-президент Вятской торговой Промышленной Палаты И представитель Кировской области В Общественной Палате России В нашей студии Мы прервемся На полминуты И вернемся Особое мнение На 101FM Андрей Юсенко В нашей студии Со своим Особым мнением Мы продолжаем Ну наверное Сейчас К вашей Общественной Деятельности В некотором смысле Перейдем На этой неделе Завершается Формирование Нового состава Общественной Палаты региона Я так понимаю Что будет В пятницу Некое мероприятие На котором Оставшаяся Часть Претендентов На 16 мест В Общественной Палате Будут Себя презентовать Перед уже Избранными 32-мя Членами Нового состава Общественной Палаты Вся эта презентация Будет Ну это такая Штука Вроде Вроде экзамена Какого-то даже Да Там или собеседование Но такая массовая То есть люди Еще и Опыт публичных Выступлений Должны будут Продемонстрировать Как это будет Ну это один из Важнейших навыков Общественного Деятеля Поэтому собственно Им надо обладать Так Это пятница Это пятница 17 августа Да состоится процедура Избрания Третий Третий Состава Общественной Палаты Четвертого Созыва И действительно На данный момент Бюллетень Для голосования Там включено 26 кандидатур Из которых Предстоит Рейтинговым Голосованием Представителям Первых Двух Третий Избрать 16 Представителей Общественных Объединений По Третий Третий Чуть меньше Чем два человека На место Конкурс Получается Да Потому что Изначально Могу это сказать Изначально Количество заявлений Как раз Соответствовало Конкурсу Два человека На место Но ряд Заявлений Были отклонены Главная причина Это то что Выдвинувшая Их организация По статусу Не соответствовала Законодательству Потому что В третью треть Могут выдвигать Только местные Общественные Организации То есть статус Именно местный А вот это Большая проблема Судя по тому Что пишут люди В комментариях Потому что Местных организаций Не так много На самом деле Их много конечно Но это достаточно Специфичная организация Потому что Это профсоюзы Это профсоюзы Это общество инвалидов Это общество охотников Это общество ветеранов Вот Четыре наиболее Крупных Сетки Вот таких Местных организаций И конечно Тем кто Занимается В других сферах Деятельности Приходилось Подбирать себе Организацию Которая их выдвинет К сожалению Это ограничение Которое было введено Модельным Законом Российской Федерации Для региональных Общественных палат Мы в свое время Еще С предыдущим Руководителем Общественной палаты России Дискутировали И в Москве И здесь С Александром Причаловым Да Мы дискутировали О том Что Не стоит Таким образом В третьей Третьей Ограничивать Возможность Других общественных Объединений Выдвигать Своих кандидатов Позиция Федеральной палаты Тогда состояла В том Что Это должно Инициировать Собственно говоря Там Развитие Вот этой местной Общественной активности Формирования Местных Общественных Объединений Но Практика И нашего региона И других регионов Которые столкнулись С реализацией Вот такой модели Формирования Общественной палаты Говорит о том Что это Не способствует В общем Как бы Особой активизации Местных Общественных Объединений А некоторые люди Которые могли бы Войти в общественную палату Теряются Да Они этот Этот фильтр Так его назовем Там Не проходят Не могут подобрать Либо там Оказываются Неправильно Там Прочитав Определенные Нормы Законодательства Поэтому Уже сейчас На федеральном уровне Идет Собственно говоря Там Разговор о том Что надо скорректировать Этот формат Ну К сожалению Вот такой Там Методом Пропы ошибок Что называется Там Наверное Возникает Какой-то Все-таки Более-менее Оптимальный Механизм Но Имеем то Что имеем Которые не прошли Вот Из-за того Что были ошибки В документах Тех Которых Вам бы хотелось Видеть В новом составе Общественной палаты Мы можем сейчас Именно назвать Или это какая-то Закрытая информация Мне Это информация Не закрытая Но я наверное Там Морально Не имею права Называть Людей С точки Нет Называть этих людей Потому что Если они посчитают Нужными Они сами Об этом Проинформируют Мы дали им официальный ответ От общественной палаты О том Что их заявление Не соответствует По формальным признакам Требованиям законодательства Они Если сочтут Нужным Об этом заявят Сказать Что там Кто-то Не попадет В палату Потому что Неправильно Заполнил документы Мне Морально Не очень Хотелось Этого делать Мне кажется Каждый человек Должен сам Это сказать Но я еще раз повторюсь Из 32 заявлений 6 Мы вынуждены были Не включить В состав В перечень Бюллетеня для голосования По причине Как раз Несоответствия Требованиям законодательства 26 человек Список перед вами Я понимаю Что кандидатов Мы оценивать не можем Но тем не менее Общий список Вы как оцениваете То есть Люди Которые заявились Вот я вижу Организации От которых они заявляются Это не те организации В которых эти люди работают Чьи интересы Мы знаем Мы знаем Многих этих людей В совершенно ином статусе В совершенно ином качестве Ну это то О чем я сказал Это вот Необходимость Соответствовать Требованиям законодательства Не отражающая Реальной ситуации Так скажем Собственно Вот это и надо корректировать Мне кажется Что третья треть Будучи Так называем Ну так скажем Общественной третью Да Первая губернаторская Вторая заксобрания Третья как раз Общественная Она должна Без ограничений Быть С точки зрения Инициаторов Выдвижения Кандидата Без каких-либо Ограничений Ну напомню Что наша позиция Вообще состояла В том что В свое время Наша же Общественная палата Когда мы Занимались Собственно говоря Собственным законом Она состояла Из четырех Ну вернее Так скажем Четыре четверти Да То есть четверть Губернатор Четверть заксобрания И две четверти Это общественная Организация Мы считали это Более правильным С точки зрения Вот так скажем Определённого среза Сущности Общественной палаты И конечно Для нас Вот принятие Того модельного Закона Который распространил Типовые требования На региональные Общественные палаты Было Не самым лучшим шагом Есть регионы Для которых Этот закон Сработал Очень хорошо Потому что Были регионы Где Общественной части Вообще не было Как это Ну вот так вот Общественную палату Формировал губернатор И заксобрания Две Два по пятьдесят процентов Потому что Это на уровне Местного законодательства А это регулировалось Раньше на уровне Местного законодательства Был например Санкт-Петербург В котором Общественную палату Полностью формировал Губернатор Поэтому Для кого-то из регионов Закон пошёл на пользу Для нас Он Скажем так Сжал Возможности общественников Все возможности Которые у нас были Ну что делать Мы работаем В рамках того законодательства Которое имеем Со своей стороны Там как представитель В регионах Общественной палате России Я уже говорил Что и с Бричаловым Об этом Разговаривал И сейчас мы продолжаем С Фадеевым Этот диалог О необходимости Всё-таки корректировки Но сходимся в том Что надо наверное Всё-таки пройти там Цикл Формирования В стране В целом И уже там На основе анализа Этих результатов Корректировать законодательство Хорошо Ещё вот маленький вопрос По общественной палате Всё равно Список мы уже видим 32 человека известны 26 Нет 32 человека Которые уже в общественной палате Которые будут выбирать 16 оставшихся Да И вот эти вот 26 человек На ваш взгляд Вот Сильная ротация Произошла Я могу количественно сказать В данном списке 14 представителей Общественной палаты Третьего Созыва И 12 новых кандидатов Из 26 Из 26 Соответственно Что касается первых Двух третий Тоже если там Кто-то интересовался И посмотрел То там Одинаковая ситуация И по списку Губернатора И по списку Законсобрания 10 человек Представляют Общественную палату Предыдущего Созыва Некоторые Некоторые из них Некоторые из них Созывов И 6 человек Новых Я считаю Что 20 из 32 Это уже люди С опыта Да И я считаю Ориентируясь На свой опыт Руководства Общественной палаты В свое время Будучи секретарем В двух Созывах Я считаю Что это Хороший Такой Процент Ротации Я в свое время Оценивал его На уровне Необходимость На уровне От 30 до 40 Процентов Ну здесь Мы имеем 6 из 16 То есть примерно Как раз В этих рамках Большая Ротация Больший процент Приведет к тому Что не имея Собственно говоря Опыта Работы Формата Работы В общественной палате Достаточно долгое время Уйдет Только на то Чтобы в эту Тему погрузиться Что называется И определиться С этим форматом Меньший процент Если менять Грубо говоря Из 16 человек Двух-трех Приведет к тому Что не будет Свежей крови Не будет новых инициатив Не будет вот этого освежения Поэтому На мой взгляд Ротация В таких Процентных Рамках Она как раз Соответствует Необходимости Ну а Что касаться Будет Третий Третий Мы узнаем 17 числа Когда пройдет Рейтинговое голосование Голосование закрытое Напомню По бюллетеням Тайное Не берусь Собственно говоря Предсказать Вечеру 17 числа Все будет известно Не берусь Предсказать результаты Но у меня почему-то Такое ощущение Что примерно В пропорции 9 к 7 будет Что вы имеете ввиду 9 к 7 Я имею ввиду 9 старичков И 7 новичков 9 опытных людей И 7 новичков Я в кавычки взяла Эти два слова Андрей Юсенко Представитель Кировской области В Общественной палате России Член Общественной палаты Кировской области В нашей студии Сделаем паузу На рекламу И вернемся Особое мнение На 101FM Андрей Юсенко Представитель Кировской области В Общественной палате России Член Общественной палаты Кировской области В нашей студии Вице-президент Торгово-промышленной палаты И мы продолжаем Андрей Леонидович Вернулся из Ижевска Куда ездил по своим делам Я бы хотела его спросить Вот вчера буквально Вы вечером приехали У вас не было желания Заплакать Когда вы В Киров ехали Вот не знаю Там от счастья Или от огорчения Потому что нас Киров как-то ругают И говорят Что в сравнении с соседями Мы очень сильно проигрываем Татарстану точно А у Дмуртии? Ну я думаю Что надо сравнивать Что называется Сопоставимые вещи Да Поэтому Татарстану сложно Не проиграть С учетом их ресурсов Их бюджетов Там и всего остального Хотя конечно Нельзя скидывать со счетов И их культуру И их ментальность И крепкие каменные дома На границе Кировской области И их отношения Да конечно Ну по опыту поездки В Ижевск Могу сказать Что собственно говоря Там возвращаясь Не плакать Не радоваться Не хотелось Но Ижевск Я не первый раз там был Хотя предыдущая поездка Была несколько лет назад Центр конечно Несколько там изменился Там благоустроен Но и наш центр Точно так же изменился И благоустраивается Да у них Более Такая Комфортная набережная На мой взгляд Потому что она Приближена к уровню воды И она соответствует Набережной Не такая высокая Как у нас Но и наша набережная Сейчас Очень достойная И мы С удовольствием Показываем ее Нашим гостям Поэтому Ижевск удивил Отсутствием людей Что очень странно Вот такое впечатление Проехав по нему Достаточно там Много В будний день В будний день Мы практически Не видели людей Очень немного людей Просто находится на улицах Даже в центре Просто какие-то Арабские Эмираты Может там жарко Просто точно Нет Мы поспрашивали местных Собственно говоря Об этом Они говорят Ну а как Все на работе Ааа Вон оно как То есть мы были В течение дня В дневное время Там с обеда до вечера До конца рабочего дня И в общем Людей на улицах Очень немного А провода на улицах Есть Андрей Леонидович Провода есть Ага То есть у них Не убраны провода Подземные Провода в Ижевске есть Ижевск Точно такой же Промышленный город А может быть Даже еще больше Чем наш Там очень много Промышленных предприятий Которые разбросаны Так или иначе По городу Они в неплохом состоянии Сейчас находятся И с точки зрения Внешнего И с точки зрения Там своей деятельности Поэтому наверное Вот большинство людей Собственно говоря Там на производстве Это и есть Но общее ощущение От Ижевска Ну я бы вообще Не смог Чем-либо Акцентировать Отличия От Кирова Да у них Точно так же Там массово Ремонтируются дороги Ижевск Как город Помоложе Он попросторней Он расположен На большей площади Во-первых Во-вторых У них Ну значительная часть Дорог Внутригородских Пошире От этого Такое ощущение Просторы есть Но общее состояние Города Ну еще раз говорю Не проигрываем Не сказать Что мы Какие-то есть отличия И здесь Я в свое время Там Порядка Десяти Наверное Лет назад Шутил о том Что есть единственный Город на земле Откуда я С удовольствием Возвращаюсь Киров И это был Сыктывкар Потому что Из Сыктывкара Очень хотелось В свое время Вернуться в Киров Давно там не был Говорят Что и Сыктывкар В этом смысле Изменился Мне кажется Что вот эти Программы Там БКД Те деньги На дороге Которые выделяются В нормальное состояние Но если возвращаться К началу вопроса Относительно Сравнения То мы понимаем Что Если смотреть на лидеров Городской среды В России Москва Татарстан Я скажу про Москву В которой достаточно Часто бываю И в различных Форматах Конечно То В каком В каком Формате Москва Благоустраивает Городскую среду Даже в рядовых Микрорайонах Массовой застройки Находящихся За кольцевой дорогой Мы говорим Вот просто За полтора-два часа Езды от центра города Да Ну там Я просто говорю Про то что это Ну микрорайон Массовой застройки Достаточно бюджетное жилье Но качество Создаваемой среды Ну конечно Там На поколение Что называется Там И переживает То есть наши Наши даже новые Микрорайоны Проигрывают В этом смысле Да К сожалению Потому что Там подходы Ну там ресурсы Другие Несомненно Но там подходы Другие Сами То есть Само Проектирование Городской среды Сама ее Ориентированность Использование Материалов Малых там Форм Детских Детских городков Детских Которые Детских по стоимости, на мой взгляд, доступны. Мы не сможем их там массово тиражировать, как это происходит в Москве, но мы можем их постепенно внедрять, брать те решения, которые действительно там качественные и комфортные, и их применять за счет тех денег, которые у нас есть. Просто надо изменить наши подходы к этому и само сознание того, какой должна быть городская среда. Ну, в этом смысле там определенные действия предпринимаются ведь с точки зрения и проведения мероприятий, там и приглашения специалистов в этой сфере. Поэтому уже хотелось бы, чтобы вот это превращалось в конкретные примеры. Пусть это будут разовые вещи, но понимая, как это может быть, в других местах уже будут тоже на это ориентироваться. Потому что пока там кто-то съездил в Москву, посмотрел, а надо, чтобы это было здесь. И было понимание того, какой может быть городская среда для наших жителей. То есть, условно говоря, один застройщик строит так, как надо. Другие берут пример, потому что это установится уже историей преимущества в рыночной конкуренции. Как вам движение, которое предпринимается главой администрации Ильей Шульгиным в направлении приведения нашего города? Ну, хотя бы немножечко приближенности его к крупным городам России. Вот эта история с проводами, которые, не знаю, уберут или нет, но, по крайней мере, идея такая возникла. И в администрации уже посчитали, что на все на это, чтобы освободить небо Кирова, особенно в исторической части, от проводов, мешающих, потребуется 400 миллионов рублей. Надо нам это или нет? Ну, мне сложно, вернее, даже невозможно давать оценку расчетам, потому что это не моя сфера, что называется. Мне сложно оценить меня. В этой ситуации... Вот если мы берем 400 миллионов и провода, вот убрать провода и заплатить 400 миллионов или оставить провода и 400 миллионов на что-то другое? Я в этой ситуации начал говорить бы, наверное, несколько о другом. Мне очень импонирует то, что этот разговор возник практически параллельно с разговором о перекладке достаточно серьезной других видов коммуникации и о создании, ну, о воссоздании, или там, зачастую создании заново, ливневой канализации. Потому что это абсолютно, на мой взгляд, правильный подход с точки зрения того, что если уж делать, так делать все вместе. Потому что если сейчас, условно говоря, заняться ливневой канализацией и не предусмотреть, и так перекапывая полгорода и восстанавливая ее по современным технологиям в каналах, соответствующих всему, и не предусмотреть перемещение совместно с этим других коммуникаций, тех же проводов, то потом мы будем платить дважды и трижды за это. Переложим ливневку, потом займемся проводами снова раскапывать, потом КТК и ККС будут продолжать свои инвест-программы или какие-то другие структуры. Вот, на мой взгляд, надо, еще раз говорю, мне эта идея нравится тем, что она обсуждается параллельно и комплексно. Надо собрать вообще все возможные виды коммуникаций различного рода, которые, так скажем, пронизывают наш город и посмотреть наиболее оптимальный вариант их комплексного объединения и заведения под землю. То есть история с отсутствием проводов в небе вам нравится? Несомненно, потому что это, собственно говоря, комфортная среда, в которой мы будем жить. То есть, во-первых, комфортная, во-вторых, безопасная, с точки зрения порывов, надрывов, в-третьих, обеспечивающая большую бесперебойность, собственно говоря, того, что по этим проводам происходит. Потому что те ветра и ураганы, которые периодически у нас возникают, в общем, последствия их всем нам известны. Так, еще одна тема. Ну, вот у нас буквально две минуты остается. Мы ее со всеми нашими спикерами обсуждаем, потому что мы, конечно, очень рады со своей стороны. Мы долго об этом говорили, много, да. Накануне Александр Чурин, первый зампред областного правительства, признал, что решение о разводе с авиакомпанией «Победа» города Кирова и Кировской области было ошибкой. Было ошибочным решением. «Победа» возвращается в конце октября. И я вас, как человек, который часто летает, хотела спросить. Вы на сайте наверняка были, цены на билеты видели. Уже купил. А, уже купили. На ваш взгляд, вот те цены, которые есть, я вижу сейчас там 2 тысячи рублей, 3 тысячи рублей, 4 тысячи рублей, это все-таки маленькая цена, но небольшая цена для Кирова, или значительная? Мы помним, что «Победа», когда сюда заходила, летала за меньшие деньги раз. И сейчас я напоминаю всем нашим слушателям, на «Победе» уже есть ограничения. Если раньше можно было провести 10 килограммов багажа, то сейчас можно бесплатно провести только 5 килограммов ручной клади. Там не такая история, там можно провести любой вес. В портпледе? Нет, портпледа они тоже прикрыли историю. Там ограничен размер ручной клади. 30 на 30, 6 на 20. А вес, может быть, любой, он не взвешивается. Как заявил Калмаков... Слиток золота можно провести. Ну, как заявил Калмаков, везите хоть гирю. Хотя... Главное, чтобы влезли. История в интернете показала, что это не так. Ну, несомненно, я положительно оцениваю возвращение победы на маршрут Москва-Киров, хотя... 3-4 тысячи рублей для кировчан. Это приемлемая цена в массовом сегменте или нет? Ну, я считаю, что приемлемая, потому что это сопоставимо в среднем с стоимостью плацкарта в Вятке. Вы посмотрите сейчас цены на ЖД-билет. Если вы хотите съездить в Москву в ЖД-плацкарте, готовьте порядка 5-6 тысяч рублей туда-обратно. А в купе, я вам скажу больше, это уже по некоторым датам это порядка 6,5 тысяч рублей в одну сторону. То есть это 13 тысяч рублей туда-обратно купе. Такие цены. Я ощущаю себя жителем Сибири сейчас, честно говоря, которые в Москву выбираются раз в 10 лет. Да, я скорее ощущаю себя жителем какого-то высокодоходного региона, в котором там средний уровень жизни очень высок, и мы можем себе это позволить. Поэтому полет в Москву в среднем, я посмотрел по ценам туда-обратно, если брать это порядка 6-7 тысяч, это как купе в одну сторону, я вам скажу. Поэтому я оцениваю, что это, конечно, хороший результат, но у меня есть ряд вопросов. Каких? Во-первых, слоты. То есть время рейсов. Не очень... Ну, с одной стороны, в принципе, вроде как удобно вечером и в Москву, и вечером из Москвы, но одним днем в Москву съездить уже не получается. Мы все равно получаем ситуацию необходимости пиночевки в Москве. Не очень удобно. Обещают, что утренние рейсы тоже могут вернуться. Мы очень на это надеемся, и я думаю, что на это надеются все. Второй вопрос, который у меня есть, не возник, не получится ли ситуация, что с приходом победы уйдет Руслайн, и мы получим один рейс в Москву в день. Вот это меня беспокоит, потому что... Это плохо? Это, несомненно, плохо, потому что сообщение с Москвой должно иметь характер регулярный как минимум три раза в день. Если мы посмотрим на все более-менее развитые региональные центры, сопоставимые, опять же, с нами, это везде возможность выбрать тот рейс, когда ты полетишь в Москву утром, днем или вечером. Хотя бы, как сейчас это делает Руслайн, но за совершенно бешеные деньги. Вот с победой надо продолжать вести работу над тем, чтобы их время полета было, так скажем, подстроено под интересы кировчан. Потому что если останется победа с вечерними рейсами, уйдет Руслайн, у которого, несомненно, упадет пассажиропоток, я боюсь, что это тоже будет не очень удобно. Потому что раз в сутки слетать в Москву, это не самый оптимальный вариант. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, был в нашей студии с особым мнением. Время наше истекает. Прощай. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM